Какой должна быть школа будущего? Основные критерии это результаты по ОБ и ЕГЭ, количество золотых медалистов, 100 бальников, участников и призеров Олимпиад, а также процент учеников, поступающих в ВУЗы. Повысить уровень общего образования направлена программа «Личная и командная эффективность. Работа на результат». Благодаря сотрудникам ГИМО появится четкий план, как будет развиваться эта система в Одинцовском округе. Это ключевая отрасль, которая поддерживается на всех уровнях власти. Потому что школа была, есть и будет, наверное, основным институтом для воспитания детей, для формирования мировоззрения, для воспитания любви к родине, патриотизма. И, конечно, школа останется площадкой для выбора будущей профессии. Андрей Иванов принял участие в установочном занятии первой стратегической сессии программы повышения квалификации педагогов. Основные задачи – развитие ключевых компетенций и навыков руководителей, а также формирование командной эффективности. Программа рассчитана на 40 академических часов и разбита на 8 блоков. Развить все таланты детей помогает педагог. И сессия совпала с подведением итогов профессиональных педагогических конкурсов. Лучшим учителям и воспитателям вручили престижные для самих работников сферы образования и школ, где они работают, награды. На уроках таких учителей, конечно же, интересно. Учитель не просто ведет урок, он творчески, мастерски подходит к уроку. Поэтому для школы это большая честь, когда в ее стенах работают педагоги, заслуженно получившие награду «Учитель года» или титул «Воспитатель года». Поэтому для школы это большой показатель. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».